Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Натан, артист лейбла Blackstar. Уходящий 2015 год стал по-настоящему прорывным для Натана. Его совместность с Тимати Хит Дерзкая звучал чуть ли не из каждого утюга, а видеоклип на данную композицию посмотрели более 32 миллионов человек. Осенью Натан принял участие в поп-хите Лены Темниковой «Наверное», а также выпустил совместный видеоклип с Мотом «Молотая кровь-2». Средничок. По уровню средничок не могу сказать, что глобально произошло такое, не касающееся творчества. Средне, сбалансированный, поставленный темп жизни. Как-то вот так вот. В этом году я почувствовал впервые кайф отдыха. Я понял, что такое отдыхать, в плане быть на море где-нибудь и расслабиться. И это получилось, я говорю всем, был на Кипре. Был по работе там, но отдохнул прям вот на все 100%. Я впервые искупался, я впервые попался в бассейне, погулял вечером и прям почувствовал, что я так гулял, наверное, в 16. В 16 это было в последний раз. И вот в 29 это свершилось снова, и это мне запомнилось. Личное достижение музыкальное, то все тот же трек, дерзкая. Плюс очень много нужных и приятных знакомств в музыкальном мире, как и с артистами, так и с продюсерами. Очень-очень-очень много открытых коннектов, с кем я сейчас могу работать. Не просто делать какие-то фиты, а именно со-продюсерами. Я уже, наверное, давно вот так, чтобы слушать кого-то, включить в плеер или в плейлист, давным-давно этого не делал. Не буду отличаться, наверное, и скажу, что очень рад за земляка, скриптонита. Не могу сказать, что я слушаю это. Нет, просто я послушал и могу сказать, что это очень атмосферно, это очень по-новому. Таким скриптонитом я был как раз-таки знаком где-то в 22 года, когда впервые увидел, когда он занимался битмейкерством. Каким он был, таким он остался, не изменяя себе. Только растет, и это круто. Нейтрально относился к творчеству Оксимирона. Я, честно, не понимал Оксимирона. Я, в принципе, не увлекался. Но Оксимирон стал для меня интересен не только музыкой, а действием, как персонаж. И, в принципе, посмотрев «Вечерний орган», как он выступил, Окси мне очень понравился. Очень прикольный парень, очень с мозгами парень, очень умный. Да, для себя я открыл еще одно имя, Оксимирон. «Гор-город» я прослушал. И тоже понравился альбом. На Западе мне нравится «Weekend», очень круто. Последние работы Джастина Бивера, его альбом. Альбом «Адель», дальше «Скрилис» и «Дипло», то, что они сейчас выпускают, «Мейджор Лейзер». Это просто супер. Эти ребята у меня в плейлисте, их я слушаю постоянно. И Крис Браун. Не отходим от темы «Скрипи», «Притон». Прикольно сделал, прям фильмец такой. Очень круто, «Миллионеры с Ращопа», «Долбимой лед», слежу, смотрю, «Газболгар» делает очень крутые вещи. И тот, и тот клип просто отменный. То, что мне приходит в голову сейчас – кастом. Последний клип, видеоприглашение на концерт. Вот это да, вот это да. Открытием года, признаюсь, Джастин Бибер. Потому что не слушал, считал, что это для малолеток. Это плохо. Джей Би – это грех. И сейчас, в этом году, я услышал, это Джастин Бибер. О'кей, серьезно. Потому что там плотником посидел «Скрипи» с Эгидиплом. И сделали очень круто. Очень прям мне… Джастин у меня есть. Джастин я слушаю из-за музла, из-за того, как он делает. Ну, это по-любому. Я могу назвать, да, «Скрипи». То есть, то, что я его миллион раз называю. Ничего. Нет, конечно, для меня «Скрипи» даже не открытие года. Потому что, я говорю, мы встречались, мы разговаривали. И как бы это было давным-давно. Но когда «Скрипи» показывал мне свои биты, что он делал? Причем он делал это реально… Основано на реальных событиях. Он делал это в наушниках. Это было реально круто. Сейчас он стрельнул, и я совсем ничем не удивлен. Чувак пропитан. Пропитан вот всем, что у него есть. Все, что говорит он в альбоме, пропитанный. Поэтому, наверное, он и как-то выстрелил. Он соответствует тому, что он делает. Из последних я для себя… Я просто люблю «Криминал», люблю все это дело. И «Легенда» с Томом Харди мне очень понравилась. Потом «Общак» также и с Томом Харди. Очень понравился. Сейчас жду «Выживший» Лео и Том Харди. Последние фильмы… Ну что, пересмотрел все части «Звездных войн». В надежде, что сейчас будет новое. Посмотрю новое. Ну, как-то все отзывается о нем. Но могу сказать, что в этом году я очень сильно подрастроился от фильмов. Потому что в основном это средний шлакообразный кинематограф, которого ты ждешь, ждешь. И все самое лучшее показали в трейлерах. И ты приходишь, и о чем это все? Поэтому я надеюсь, что в 2016 это будет покруче. Там ждется очень много новинок. Очень хочу посмотреть фильмы про всяких супергероев. Не просто «Человек-муравей», а что-нибудь посерьезнее. Я купил домой пылесос. Пылесос купил за 30 тысяч. Очень дурацкий, потому что было написано, что он там чуть ли не вылизывает ковер. Купил этот пылесос, приехал домой, начал подключать все эти… Начал функции, столько там миллион этих щеток и ничего вообще. Просто какой-то пылесос за 7 тысяч просто его обогнал и почистил мне комнату в миллион раз круче. Я сижу, и этот пылесос до сих пор у меня. Так что если Гуф выставляет тачки там на продажу, пацаны, я выставлю в Инстаграм свой пылесос. Кто хочет купить за 16 штук? Мак приобрел себе Макинтош. Сейчас устанавливаю все необходимое для музыки. И буду потихонечку забиваться инструментами и писать самостоятельно по музону. Я раньше это делал, сейчас избавил себя немного разными битмейкерами, талантливыми. Но я считаю, если ты пишешь музыку, совсем не стыдно. Как это делается на Западе? Там много самрайтеров. Если ты можешь себе позволить выбрать, если ты можешь себе позволить вдохновляться другими чуваками, которые могут тебе делать крутой продукт, а чему нет? Это только у нас, здесь, в России. Он не пишет сам текста, да оно за подлом, он сам не пишет биты. Это глупость полнейшая. Музыка – это музыка. И нельзя, невозможно разделять музыку от бизнеса. Сейчас это так. Хочешь, чтобы твоя музыка жила? Делай бабло и давай ей жизнь. Выпустить альбом. Все, выпустить альбом. Это мой самый главный план. 2016 год – это должен быть мой альбом. Взрослый альбом. Когда мне будет 30. Когда я смогу сказать мой альбом, я его выпущу. Потому что первый альбом – это очень самый сложный. И я хочу его выпустить, чтобы потом выпускать уже намного быстрее и совсем другие альбомы. Потому что в моей башке очень много экспериментов. Я раньше читал рэп. Я хочу к этому, наверное, слегка возвратиться именно в другом альбом и попробовать. Друзья, это Natan, Blackstar, Rhyme Magazine. Всем, кто смотрит нас, всем, кто знает, кто мы и что мы. Мы желаем вам большого счастья в новом году, друзья. И какими бы вы ни были гангстерами и крутыми, вот здесь у вас живет ребеночек. И пусть Новый год нам все-таки остается волшебным праздником. Не забывайте, что быть счастливым – это просто. С Новым годом, друзья! С Новым годом, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok